Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Сегодня 20 июня и в это время почти у всех у нас томаты уже высажены в открытый грунт. И многие уже задумываются о подкормке, чем бы подкормить своих питомцев. Потому что весна в этом году выдалась почти во всех регионах нашей страны экстремальная. Внешний вид томатов оставляет желать лучшего. И каждый конечно хочет помочь своему растению. Но здесь важно правильно выбрать средства или удобрения, которым мы начнем подкармливать томаты. Первая подкормка, она очень важна. Особенно сложна начинающим огородникам. Обилие в магазине вот этих средств, обилие различных видеороликов с советами. Голова может кругом пойти, а именно от правильно выбранного удобрения для подкормки зависит весь наш урожай. Нужно ведь дать именно то, что нужно вашим томатам. Вот как определить, как узнать, что нужно вашим томатам, и как определить, чем подкормить томаты, что именно пойдет им на пользу, и что поможет увеличить урожай. Вот самое главное, как определить правильно, самое главное запомните, что каждый будет определять и выбирать удобрения только исходя из внешнего вида своих томатов. Именно своих, а не слушая советы посторонних людей, например, в видеороликах. Если вы посмотрели, например, видео, где советуют первую подкормку делать, ну нужно делать золой, это например. А у вас растения хилые, слабые, ну вот как вот здесь у меня, видите, вот тут вот два разных, вот это вот такие, это вот хилые и слабые. Если у вас вот такие хилые и слабые, а вы увидели видеоролик, что нужно делать подкормку золой, то это не ваш вариант, вам это не подходит. Если они, например, еще даже не цветут, если они такие слабенькие и хиленькие, то вам нужна совсем другая подкормка, азотосодержащая. Подкормка золой вам нужна будет потом, следующим этапом. Сначала вам нужно нарастить зеленую массу. И вот на этом примере вы понимаете, что ситуации у всех разные, и вы будете смотреть только исходя из своих растений. Возможно, как у меня вот здесь вот, что на одной грядке придется вам готовить два рабочих раствора. Вот видите, у меня сейчас, я вот для этих буду готовить азотосодержащую подкормку, потому что у них совершенно нет зеленой массы и не нарастает. А вот для этих азотосодержащие подкормки противопоказаны. Они и так стоят жирные, и если я подкормлю их одинаковым рабочим раствором, то вот эти начнут еще сильнее жировать. Вы видите, какие ситуации разные, например, у одного вот такая рассада, а у другого вот такая. Послушали совет, и оба, например, человека обработали одним средством. Одному это поможет, у кого худые, например, азотосодержащие. А вот в этом случае как раз можно обойтись всего лишь ложечкой золы, вот в приствольный круг. И вот на этом примере я вам показываю, что у всех разные ситуации. Смотрите только по внешнему виду своих растений. Кому-то нужен фосфор калий, другому нужна мочевина, ну вот в зависимости от внешнего вида. И первая подкормка может быть любой. Не слушайте, если говорят, что первая подкормка должна содержать вот, например, только то-то и то-то. Нет, все зависит от вашего региона, от погоды, от состояния, цветет или нет ваша вот рассада томаты. Для цветущих томатов нужно одно, до цветения им нужно совсем другое. Она может быть минеральной, то есть фабричными удобрениями, комплексными. Может быть органикой. Органика может быть и зола, и дрожжи, и удобрения из травы. Корневая и внекорневая может быть. То есть вы можете полить под корень, например, первую подкормку. Можете сделать по листу. По листу тоже можно подкормить и золой, и борной кислотой. Тут огромный полет фантазии, но главное научиться выбирать, какое средство нужно именно сейчас. И главное в выборе, что оно должно решить лично вашу проблему. Не сделать так, как делают все, а именно решить именно вашу проблему. И не забывайте, что перед подкормкой, перед корневой подкормкой нужно обязательно увлажнить. При корневые вот эти круги. А при внекорневой лучше убрать все нижние старые листья, что когда мы будем опрыскивать, чтобы попадали только на зеленые листья, те, которые рабочие, те, которые могут впитать эти вещества. Вот я сегодня начала готовить свои томаты. Вот этот вот ряд, вот два ряда, вот этот и вот этот. К подкормкам буду делать разные подкормки и по ходу дела буду объяснять. Вот эти вот я буду... А, сначала я подготовлю. Сейчас я вот пролью все вот эти вот, ну вот тут вот увлажню. Видите, какая сухая земля. По сухой земле нельзя подкормки корневые. Вот эти я просто дам золы, потому что, видите, они и так хорошо себя чувствуют. Им зола нужна, потому что у них наливаются цветы. Корневую сделаю золы, а вне корневую подкормку всем по листу сделаю бурной кислотой. А вот этим вот, им пока зола еще не нужна. Вот эти, которые хилые и слабые, я буду подкармливать комплексным удобрением с азотом. Хотя весной я и говорю, что азот не нужен. Но вот этим экземплярам, вот этот ряд, который хилый, им нужен именно азот. Поэтому получилось, что они сидят в одной грядке, посажены в одно время. Но одних я буду подкармливать одним, а других другим. Так и у вас, у каждого должна быть своя. Вы посмотрите, как у вас выглядит внешний вид. Если у вас вот такие толстые, жирные, азот ни в коем случае не давайте. Фосфор, калий. Если вот такие худые, слабые, хилые, то нужен азот. По листу, если они у вас уже цветут, если цветущие такие, ну или в фазе бутонизации. По листу можно сделать корневую подкормку этой борной кислотой. Ну всё. Вот это вот первая часть видеоролика, чем подкормить томаты в открытом грунте. Я сегодня всё это буду делать. И каждый свой шаг, хоть немножко, хоть маленький, коротенький, коротенький ролик буду описывать. Но вот пока что я сейчас удалила на некоторых там старые нижние листья, чтобы корневую подкормку не обрызгивать по старым листьям, а чтобы вот по свежим зелёным вот так вот рассыта. Но буду делать это я всё вечером, потому что сейчас у нас ещё жара. Пока что я готовлю. Сейчас я пролью все прикорневые круги, чтобы вечером пройтись, сразу по корню подлить в корень и опрыскать по листу. Всё. Следующее видео будет уже о том, как я делаю подкормку. Продолжение следует...